Он не боится использовать миф как способ повествования. Я так проговорил, он в детстве, ну как в детстве, в юношестве вообще писал драматургию, писал стихи, разумеется, а потом встретил Сократа и стал философом. Но все-таки он не боится это использовать, это очень важно. Ну так вот, и более того, по мнению Платона, искусство это все есть подражание реальности, это есть некоторое создание иллюзии об этой реальности, поэтому в платоновском государстве поэтов нет, причем даже таких поэтов, как Гомер. Потому что они не говорят истинные вещи, они говорят, что правильно образы вещей создают, а это иллюзорное знание, знание не истинное, которое не должно существовать. Поэтому Платон довольно жестко относится к искусству как таковому, при этом сам используя миф. И вот миф о пещере, наверное, самый знаменитый, картинка не имеет отношения к Платону, в смысле она поздняя, но она, на мой взгляд, одна из самых удачных. Хотя тут вы должны понимать, что это, конечно, картинка, это всегда некоторое утрирование и так далее. Что такое миф о пещере? В государстве Платона, в книге он написан. Итак, представьте, что мы люди, это мы всегда заперты в пещере, мы всегда внутри пещеры, более того, мы привязаны к стене, а перед нами только вот эта стена пещеры. И у нас даже головы зафиксированы так, что мы не можем ей никуда двигать, мы видим всегда только стены перед собой. И вся наша жизнь это восприятие этой стены. Но по Платону, именно философу, а философу Платону деляется одной из главных функций в обществе, философ может избавиться от аков и взглянуть, как выглядит пещера. И увидит, что на самом деле то, что мы видим с вами всегда в жизни, это лишь тени образов. Это не настоящий мир. За этой стеной некто носит даже не сами предметы, а таблички предметов, которые за костра, видите на рисунке, отбрасывают тень на эту стену. То есть все человеческое восприятие мира уже изначально ложное, потому что есть лишь чувственные образы предметов, но не сами предметы. Человек слепнет от этого костра, но довольно быстро приходит в себя, и его задача выйти из пещеры, выходя из пещеры, он слепнет от этого света блага. Он там сначала смотрит его через... это вообще свет нестерпимый, его очень трудно сдерживать, он через лужу сначала его смотрит и так далее. Напрямую практически невозможно воспринимать благо. Но благо есть некоторое истинное знание, высшее знание, целенное знание. И по Платону, вот это очень важный момент, который тоже нужно учитывать, настоящий философ, это тот, кто освободился из пещеры, вышел, прикоснулся к свету блага и вернулся рассказывать об этом другим людям. Настоящее знание, это знание, которым нужно делиться, знание, которое нужно передавать дальше. Настоящий философ априори должен вернуться и рассказывать людям. Если ты не возвращаешься, ты не философ. Очень сильная концепция философии по Платону. Поэтому после этого всего человек должен вернуться к людям, которые сидят прикованным к стене, и что он должен вам рассказать? О том, как мир устроен. И как вы понимаете, Гомер тут говорит нам о том, что как только ты приходишь к этим людям рассказывать о том, как их говорить на мир устроен, они тебя не понимают. Они не принимают твои слова, они видят в ней ложь и фальшь, потому что их реальность, то есть то, что они всегда могли воспринимать, вот эти образы на стене, вот для них это реальное. А то, что ты приходишь и рассказываешь про нечто другое, для них это всегда вымысел. И вот задача философа через это общественное мнение, через общественные некоторые понимания, через эту мифологию общественного сознания прорываться. Задача настоящего философа – не упасть духом и продолжать нести это знание, которое никто не понимает и не принимает. Но пойдемте дальше. И вот дальше у нас я хочу еще один момент проговорить касательно платоновской концепции смерти и вообще рода занятий философии. Философия также осмысляется платоном, он пытается понять ее встоки. И что он здесь видит? Помните, Эйдос – есть нечто знающее, цельное, благое, красивое и так далее. Оно воплощается в человеческом теле, в такой некоторой темнице. И в этом смысле настоящее наше бытие – это бытие Эйдоса. А здесь мы с вами вынуждены заперты в этой оболочке, у каждого она, как говорится, своя. И мы через нее только взаимодействуем с миром. То есть сон, некоторое пространство сновидческое здесь, а истинно там. Я, наверное, показал по привычке, что называется христианское. Ну, где Эйдос? Сон – жизнь. И вот заметьте, что, во-первых, Платон спорит с идеей того, что смерть – это конец. Помните, что и мифология, и религия, по сути. И до 19-го до 100-го века смерть – это не ничто. Но даже наука изначально пытается понять, что там после смерти. То есть даже наука предполагает, ну, может быть, современной уже, конечно, в меньшей степени, но все-таки предполагает некоторое бытие за актом смерти. Платон говорит, что за смертью не может быть ничто. Почувствуйте, почему. Если бы смерть была концом всему, она была бы счастливой находкой для дурных людей. Скончавшись, они разом избавлялись бы и от тела, и вместе с душой от собственной порочности. То есть бессмертие человеческой души понимается Платоном во многом этически, с моральной точки зрения. Тогда можно совершать все, что угодно, если после смерти будет ничто. Поэтому душа остается, поэтому нельзя просто так совершать пагубные действия. Но это еще не все. Платон осмысляет смерть как некоторый выход к истинам, вы поняли. Выход к эйдесам как таковым. То есть мы наконец-то покинем бревное тело, снова все вспомним, будем обладать полной той знания, полной той прекрасной, полной той благой и так далее. И вот интересный момент. А почувствуйте, что делать в философии. Философия по Платону не должна заниматься этими чувственными познаниями. Философия должна стремиться к пониманию сути вещей. То есть стремиться к пониманию эйдесов. То есть мы должны с философским знанием постепенно отрицать, уходить из чувственного мира в мир эйдесов. То есть что? Умирать. И вот эта идея, которую впервые ты, как студент философского, слышишь в 18 лет на первом курсе. Те, кто предан философии, заняты по сути вещью только одним. По сути вещью только одним. Умиранием и смертью. Философия это стремление к умиранию. Потому что философское знание это знание общих принципов всего. Знание эйдесов. Знание за чувственностью. Тем самым финальный акт философии, когда мы действительно узнаем все, что некоторый финальный акт стремления к мудрости, это смерть, когда мы покидаем наконец то, что мешает нам познавать. Чувствуйте, довольно бодро звучит. Уж поверьте, в 18 лет, когда ты такой, а что, где? Философия это смерть. Тебе сразу как-то бодрит. И это очень все завязано на саму идею знания по Платону. Тоже очень важный момент. Изначально у нас что? Догадка или уподобление. Отождествление новой информации с уже имеющейся у нас. Изначально мы понимаем только чувственный мир. Потом мы, собственно говоря, выдаем суждение об этом чувственном мире. Потом, разумение в суток. Исследование чувственном данной реальности при помощи интеллектуальных предметов и моделей. Например, математика. Мы начинаем осмыслять чувственный мир в какой-то системе, в какой-то категории, в какой-то структуре. Не просто вынося суждение, что там это пультик, а помещая его в некоторую форму. Но и высшее знание. Это идеи как истинный предмет мудрости, созерцание самоистин. Философия как высшая деятельность созерцания, стремится к созерцанию идей. А идеи по Платону вечно неделимы, множественны и неизменны. Вот эти идеи, идеи стула, идеи стола, идеи человека. Вот туда стремится философия. И этот путь, это путь умирания. Потому что мы постепенно отказываемся от чувственного мира вокруг нас к пониманию идей как таковых. Причем у него эти мысли проникнуты такими метафорами благо солнца, истина, свет, познание, зрение. То есть чувствовать акцент на форму, на явленное, то, что я говорил про Древнюю Грецию, у Платона продолжает играть суть. Мы здесь также видим этот акцент на явленность, акцент на видение, на теорию. Что еще важно? Знание об априорных существах априорный врожден. Знание, совершенство человека в его добродетельности. И это всегда очень цельная связка. Если мы что-то знаем, мы это делаем. Если ты знаешь такое добро, ты реализовываешь это добро. Связка знания-действия. Знание есть добродетель, добродетель есть знание. Очень целено для Платона и очень во многом целено для Аристотеля. Критикует мифы искусства ходководства, чувствует искусство лишь подражание реальности. При этом сам он создавал мифы и не стеснялся. Плюс давайте два слова про концепцию государства Платона. Я буквально в трех словах. У него есть концепция того, как должно выглядеть некоторые идеальные государства. В общем, государство начинается разговор про справедливость. Там есть философы, отвечающие за мудрость, стражи за мужество и все остальные за некоторую воздержанность. И эти три сочетания, во многом есть сочетания нашей души, которые могут реализоваться в некоторых сочетаниях внутри государственного строя как такового. Тут же есть миф о пещере, собственно говоря, про то, как достижение некоторого блага возможно. И последнее, наверное, что я поговорю про Платона, это, конечно, миф об андрогинах, такой пир. Вообще, если что-то нужно почитать, я всегда буду советовать вам литературу, почитать и древне грецы, конечно, надо пир. Такой диалог Платона, наверное, самый открытый для прочтения, довольно простой в этом смысле, плюс про любовь. Про любовь всегда как-то ближе, как-то интереснее. Там такие речи про любовь несколько звучат. И одна из самых интересных, ей тоже, опять же, чтобы просто немного выдохнуть, это миф о андрогинах. Изначально человеческое существо было цельным и единым. У него было две головы, четыре руки, четыре ноги. Оно было таким могущественным, что началось спорить с богами. Тогда его разрубили надвое. И появились две половинки, которые теперь вынуждены бесконечно искать свою недостающую часть, чтобы обрести первозданную мощь и силу. Вот отсюда во многом, это не придумка Платона, он берет эту скульптуру, но все-таки во многом отсюда идет эта история про поиск второй половинки. Ну, знаете, все эти половины третисортной романтической сентиментальной литературы про это. Вот это во многом уже есть у Платона поиск второй половинки, который, конечно, при этом поднан как миф, а не как некоторая такая романтическая история.